Сибирскую косулю Сибирская 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 косулю Давид Азизов, Дарья Ивазова, Иван Гоголев. Новости по будням. Одна из причин, по которым животные выходят к людям – голод. В том числе и зверей привлекает запах свалок. Благо, кормовая база огромная. В Иркутской области ежегодно образуется около 800 тысяч тонн отходов. При этом региональный оператор вывозит 682 тысячи. Разница в 200 тысяч тонн – это в том числе и стихийные мусорки в окрестностях городов и поселков. Зачастую жители и предприниматели не хотят платить за утилизацию мусора. И таким образом экономят. 157 несанкционированных свалок общей площадью почти 200 гектаров ликвидировано в прошлом году в Прибайкале после вмешательства прокуратуры. Выявлено более 1800 нарушителей и к ответственности привлекли около 300 человек. При этом мест, которых официально складируют и перерабатывают мусор, недостаточно. Сегодня в регионе 25 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Полигоны в Черемхово и Слюдянке на стадии оформления документов. И пока обрабатывают меньше 3% от того, что на них поступает. Уже около 20 лет в регионе ведутся разговоры о строительстве перерабатывающего завода, а его планируют разместить по Донгарскому. Строительство полигонов и перерабатывающих заводов – проекты дорогие. И реализация их – дело небыстрое. А вот что можно начать делать прямо сейчас? И в чем причина того, что несанкционированные свалки каждый год захватывают все новые гектары? Об этом мы спросили экспертов. Нужно четко ограничить количество видов упаковки. Сейчас их такое разнообразие, что очень сложно их отсортировать и почти невозможно всю упаковку отправить на переработку. Если бы были более четкие и жесткие стандарты для переработки, это бы уже сильно облегчило процесс переработки. То есть это на законодательном уровне? Да, конечно. То есть сейчас обязательно нужны законодательные изменения и обязательно нужно создание инфраструктуры. Без этого мы уровень переработки не увеличим. Здесь, на этой поляне, очень большое количество игроков и заинтересантов. То есть это не только региональный оператор, кто работает с отходами. Это куча министерств, ведомств, и Минприроды, и Минэкономразвития и так далее. А программа, получается, должна быть объединяющая всех, комплексная, целостная. У нас такого нет. У нас, получается, каждый тихо сам с собой где-то что-то пытается сделать, а в результате вот и ныне там. Страдают от деятельности человека не только животные. Венец творения способен испортить любую стихию. И за это приходится платить. Росприроднадзор по региону требует у собственника баржи, которая затонула в районе Братского водохранилища, возместить экологический вред. Сумма внушительная – почти 432 миллиона рублей. Напомним, инцидент произошел рядом со Свирском летом 2023 года. На 144-м километре реки Ангары баржа с углем накренилась на правый борт. Груз сместился, из-за этого судно затонуло. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Подключились и специалисты из Росприроднадзора. Они пришли к выводу, что из-за произошедшего реке был нанесен серьезный экологический урон. Ведомство подало в арбитражный суд иск в отношении собственника баржи, а это речное проходство. Пока заявление рассматривается, судебное заседание еще не назначено. Нынешние судебные разбирательства – только краешек общей картины. В атмосферу пучьвой воду регулярно попадают опасные вещества. Подсчитать экологический ущерб даже не всегда возможно. Ведь многие вредят природе тайком. Далее хроника последних подобных происшествий в нашем регионе. Субтитры создавал DimaTorzok На что человек точно не может повлиять, так это на погоду. Так, по данным синоптиков, в Иркутской области идут морозы, они продержатся в регионе до конца недели. Причина – холодные воздушные массы. Поэтому уже днем 16 февраля столбик термометра опустит до минус 16 градусов, местами до минус 24. В среднем по региону ночная температура становится на уровне 28-30 градусов мороза. Но ожидается неустойчивая погода, из-за чего жителей южной части региона настигнут снежные метели с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. В выходной температуру останется прежней, порадует жителей только солнце и то, что традиционные февральские ветра немного стихнут. Предстоящая погода пугает не всех, немало жителей и гостей региона не прочь прокатиться по льду Байкала на автомобиле. Такой вид отдыха не только экстремален, но и напрямую запрещен. Сейчас ледовый покров на озере нестабилен и выезд на него – это вне закона. Чтобы напомнить людям об этом, полицейские провели рейд. Те из водителей, кто проигнорировал запрет, заплатят штрафы. Это еще легко отделались. Гораздо неприятнее попасть на автомобиль в трещину. Впрочем, внимательным надо быть и в самом областном центре. И смотреть не только под ноги, но и вверх. Из-за недавнего тепли и осадков на крышах образовались снежные наносы и сосульки. Анастасия Куростелева прошлась вдоль городских домов и оценила безопасность маршрутов. Это объявление гласит – на крыше дома по улице Марата убирают снег. Работы проводятся согласно графику. Его установила управляющая компания и согласовала с администрацией. Пока успели очистить кровли 50 домов в центре Иркутска. На крышах этих зданий лежал 30-сантиметровый слой снега. За остальные дома возьмутся в понедельник. Уборка начинается примерно в период середины февраля и продолжается у нас до середины марта. Но в этом году с установлением теплой погоды, практически с начала февраля, соответственно, к уборке кровель приступили немного раньше. Ну и, соответственно, конечно, осуществлять контроль за образованием сосульок, так как предусмотрено правилами, что их необходимо удалять не позднее двух дней после их образования. Образоваться все-таки сосульки смогли сразу на нескольких домах по улице Депутатской. И чтобы пройти, нужно смотреть сразу в нескольких направлениях. Под ноги, по сторонам и наверх. Чтобы пройти к подъезду, жители этого дома вытоптали здесь тропинку. Но маршрут рискованный. Над головой свисают сосульки. Да, они маленькие, но размер не должен вводить в заблуждение. Вес этого снаряда может быть достаточно, чтобы при падении нанести серьезную травму. Травму, конечно, никто не получил. Но местные жители здесь ходят с осторожностью. Ледяная бомбежка может начаться в любой момент. Ребятишки бегают, мы ходим. И все равно все будет падать, течь. Лед везде. Сегодня уже женщина упала. Очень страшно ходить. Ну, нужно, конечно. Поэтому о чем можно спрашивать? Нужно убирать. Ну, конечно, надо убирать. Что уж там говорить. Особенно вон те. Такая же картина на крышах домов по улице Зверева. Но внимательно здесь надо смотреть не только на крышу. Козырьки балконов тоже увешаны гирляндами из ледяных сталактитов. Их должны убирать собственники, а не управляющая компания. Управляющая компания, ТСЖ обязаны проводить осмотры кровли. И при наличии необходимости почистить, убрать наледь. То есть они должны это делать. Услуга входит в содержание общего имущества. В этом году где-то в среднем по рынку, по городу Иркутску, это составляет где-то от 20 рублей за один квадратный метр. Однако сугробы и сосульки все еще виднеются на крышах зданий. И жителям остается ждать, когда коммунальщики уберут именно их дом. А пока этого не произошло, почаще поднимать взгляд наверх. Анастасия Коростелева, Владимир Пинаев. Новости по будням. Коммунальные службы редко получают награды. Чаще слышат нарекания. И не всегда упреки справедливые. А вот несколько предприятий из Приангария получили заслуженные медали. Так сибирских бизнесменов поощрили на международной выставке Prodexpo 2024, которая прошла в Москве. Всего в копилке наших предприятий оказалось 17 наград, 16 золотых и 1 серебряная. В мероприятии, которое прошло уже в 31 раз, принимают участие производители пищевой продукции из 40 стран мира. Иркутская область представила различные бренды молочной, рыбной продукции, мяса и полуфабрикатов. Производители демонстрировали их как на общем региональном стенде, так и организовывали собственные павильоны. Для регионального бизнеса выставка может стать ступенью на следующий уровень. На Prodexpo собираются закупщики федеральных и локальных сетей и заказчики из стран Евразийского союза. Что касается продуктов, что при их выборе важнее – цена или качество? Или чтобы они были местными? Мы решили выяснить, силен ли в Иркутянах дух пищевого патриотизма. Ответы горожан далее. Продукты вообще более качественные, наверное, российские все-таки. Если есть рыбы, мы стараемся, конечно, кушать омоль. Но если есть мясо, глядин. Ну и макаронные изделия, конечно. И картошка, и морковь. У нас-то все иркутское, поэтому все иркутское. Конечно. И яйца, и молоко. Да, у нас в регионе вообще же очень развито все это, поэтому у нас классное мясо, классные яйца. Как свои больше доверяешь? Наверное, чем короче логистика, тем лучше. Значит, местное, отечественное. Молочка вся, сметана, творог, майонез. Я даже детям в Питер отправляю. Отечественное. Сыр, творог, ну, яйца. Ну, вот так, повседневные, в общем. Ну, хлеб, естественно. Наши мясопродукты только. Потому что они экологически чистые, я считаю. Наш опрос показал, что иркутяне больше доверяют отечественным производителям. В числе плюсов называют высокое качество продуктов, и сарей из которого их готовят. Ну, что же, продуктовый патриотизм это тоже неплохо. Особенно, если он имеет на то основания. Александр Ракипова, Иван Гоголев. Новости по Муне. Если вы еще не определились с предпочтениями, то следующая новость для вас. В рубрике «Ценный выбор» расскажем, как не ошибиться при выборе качественных подарков к приближающимся праздникам. Ярмарки в конце зимы, перед Масленицей, традиция старинная. Накануне праздников людям хотелось порадовать близких подарками и чем-нибудь вкусным. Эстафету продолжает современная ярмарка «Россия. Знак качества». На ней, как говорится, есть и сицы, и парча. Огромный выбор яркого женского трикотажа представят производители из Ивановской области. Эта одежда незаменима дома, на работе, на даче. Удобные платья, сарафаны, туники и костюмы из стопроцентного хлопка можно подарить на 8 марта подруге, сестре или маме. Натуральные средства для ухода за кожей и волосами предлагает компания «Сибирские кедры» из Екатеринбурга. А обычный букет успешно могут заменить диковинные цветы на гобеленовых сумках от питерских дизайнеров. И, конечно, ни одна ярмарка не обходится без деликатесов к праздничному столу. Белорусское сало, буженина, колбасы, камчатский лосось. Все это можно будет купить на ярмарке «Россия. Знак качества» уже в день ее открытия. 16 февраля в Иркутском Сибэкспоцентре. Юлия Шинкарюк, Ольга Полянская. Новости по будням. Еще одно открытие прошло в Иркутске. Областной центр впервые принял у себя Всероссийскую студенческую олимпиаду по хирургии. И участниками стали порядка 100 студентов из ведущих медуниверситетов России и Киргизии. Так что фактически мероприятие носит международный статус. Олимпиада названа в честь уроженца Киринского района, выдающегося хирурга Федора Углова. Всего соревноваться в хирургическом мастерстве будут 10 команд. Из Омска, Рязани, Краснодара, Читы, Уфы, Барнаула, Кемерово, Москвы, Бишкека и Иркутска. Все участники студенты 3-6 курсов направлений лечебное дело и педиатрии. В течение нескольких дней они будут соревноваться не только в области теоретических знаний, но и на практике. Будущим медикам предстоит провести несколько операций, само собой, пока учебных. От ваших умений будет зависеть, наверное, самое главное, жизни ваших будущих пациентов. Потому что навыки, которые вы здесь будете тренировать, репетировать, получать за награды. Проигравшихся дела с ним будут, выигрыши будут вашим пациентам. Сейчас короткая реклама, а сразу после нее новости спорта. И наша традиционная рубрика «Повесточки». В ней расскажем, как спасательную операцию организовали ради воробья и где водятся самые крупные драконы. Сразу 14 медалей завоевали борцы при Байкале на первенстве Сибири среди юношей и девушек до 18 лет. В копилке региона оказалось 3 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. По итогам турнира победители и призеры отправятся защищать честь Иркутской области на первенстве страны. О других новостях спорта расскажем прямо сейчас. Три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали привезли прибайкальские спортсмены с первенства России по гиревому спорту. Две награды высшей пробы завоевал Виктор Попов из Усольского района. Среди юношей 14 и 16 лет весит до 58 килограммов. Он оказался лучшим в двоеборе, а также в толчке по длинному циклу. А среди девушек 14 и 16 лет и весит до 48 килограммов, Любовь Никитина из Заларского района взяла золото в рывке. Карина Горбунова из Боханского района заслужила серебро в рывке и бронзу в толчке по длинному циклу среди девушек 17 и 18 лет. Двойной победой отметилась молодежка Байкал Энергии на родном льду. Очередным соперником Белосинник в домашней серии игр стали сверстники из Хабаровского сканифтяник. Команды провели две встречи подряд и если в первом матче иркутяне одержали победу с минимальным отрывом, то во втором порадовали болельщиков динамичной игрой и счетом 11-6. А вот баскетбольный клуб Иркут пощекотал фанатам нервы на последних минутах встречи с соперниками из Тамбова. На родном паркете иркутяне уверенно вели весь матч. В третьей четверти отрыв белочерных от соперника составлял больше 20 очков. Но затем наши баскетболисты стали терять преимущество и за 5 минут до финального свистка Тамбов сравнял счет. Однако иркутяне все же собрались и дожали соперника. Итог победа со счетом 94-82 и четвертая строчка в турнирной таблице. Давид Азизов, Дарья Ивазова, новости по будням. Таланты можно найти не только в спорте. В Иркутской области стартовал байкальский международный арт-фестиваль-конкурс «Виват Талант». Его участниками станут более полутора тысяч исполнителей и творческих коллективов из России, Китая, Монголии, Нигерии, Ганы, Зимбабве и Интонезии. Жюри определит лучших в восьми номинациях, среди них хореография, театральное искусство и даже медиа. А тех, кто не попал на конкурс, но не менее талантлив и интересен, узнаете прямо сейчас в нашей традиционной рубрике «Повесточки». Друзья, приветствую. Малое количество солнечного света зачастую вводит в тоску. Облака на небе разогнать мы не можем, зато легко добавим ярких лучей в жизнь с помощью подборки добрых новостей. Отлично играют снежки иркутские студенты. И доказали они это сначала на тренировках, а потом и на соревнованиях. Да, это, казалось бы, детская забава является вполне серьезным видом спорта и называется юкигасен. Всероссийский чемпионат по нему прошел на днях в Красноярске. В упорной борьбе иркутские ребята смогли закидать снежками большую часть соперников и в итоге получили серебро. К слову, такую же награду наши студенты смогли завоевать и по снежному волейболу. Стали лучшими на международном фестивале юные актеры из Устилимска. Детский фестиваль «Масочка» проходил сразу на семи площадках в Санкт-Петербурге. Свои спектакли показывали 160 команд из 33 городов. В итоге начинающие и, несомненно, талантливейшие актеры из Устилимска завоевали сердце жюри. А вместе с ним первое место среди драматических спектаклей и гран-при среди всех театральных номинаций премии. Ледово-снежную спасательную операцию провел житель Волгоградской области и стал для воробья настоящим супергероем. В селе Суровкино в не менее суровый ледяной плен попал воробей. Впрочем, пернатый малыш определенно родился в рубашке, поскольку его заметил неравнодушный местный житель. Несмотря на буйный нрав маленького поробушка, спасательная операция прошла успешно. И кроха в скором времени оказался на свободе. А в Гонконге воздушные шары не только помогают поднять настроение, но и поставить мировой рекорд. 38 тысяч шаров, 60 человек и невероятный талант авторов. И вот зал одного из торговых центров украшает символ года колоссальных размеров. Этот дракон чуть меньше 42 метров в длину. Сколько именно часов ушло на создание воздушного шедевра, не сообщается. Зато известно, что измеряла фигуру комиссия Книги рекордов Гиннесса почти полчаса. Но все же главным достижением авторов стала радость прохожих. Не бойтесь начинать что-то новое. Всем отличного настроения, искренних улыбок и хороших новостей. До встречи. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdfistov.ru Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами.